Хорошо, тогда давайте кратенько мы повторим то, что было только на прошлом уроке, то есть с чего началось, мы изучаем четвертую главу, послание Якова, что мы проходили в этой четвертой главе, то есть начинает Яков с чего? Что это вам говорит о том, что у людей, откуда у вас, а Яков пишет верующим людям, он пишет людям, которые веровали во Христа, он им говорит об определенных социальных проблемах, которые возникают среди верующих, а именно вражды и распри, то есть вот эти вот проблемы социального характера, которые имеют место быть и в неверующем мире, они есть и как бы проникают в том числе и в церковь. Яков что говорит? Что эти все проблемы, у них есть определенный корень, и этот корень он плотской, то есть это ваши вожделения, которые воюют в плоти ваших, в ваших членах, то есть он говорит от вожделения ваших, воюющих в членах ваших, то есть из-за этого как бы, из-за того, что люди перестают быть руководимыми духом и начинают жить по каким-то своим плотским интересам, возникают вот эти вот все проблемы вражды, распри, те же самые проблемы лицеприятия, зависти, споров, вплоть до убийств, о чем говорит второй стих. То есть выживаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не умеете, и не имеете, потому что не просите, да? То есть смотрите, Яков говорит, что есть естественный способ, который Бог предусмотрел для верующих людей, обеспечить себя необходимым в случае нужды, это просто попросить. Нам не обязательно совершенно захватывать силы, там какие-то позиции или социальные, или какое-то богатство материальное, или еще что-либо. Мы можем просто-напросто попросить, и будет дано просящему. Но Яков также предупреждает это другой проблемы, что вы можете просить не совсем то, что нужно. Вы можете просить не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений. То есть если что-то такое мы просим, ну что излишнее, для того, чтобы просто как бы потешить свою гордость, или потешить какие-то похоти наши плотские, то вы не получаете этого. Хорошо. Когда человек начинает, перестает руководствоваться духом, и начинает руководствоваться этими плотскими желаниями, Яков говорит, что дух, который живет в вас, он вас начинает ревновать, это Божий дух, он хочет, чтобы ваше сердце было полностью отдано ему. Иисус говорил, отдайте Божье Богу. Что должно быть? Какой образ и подобие несет наше сердце? Какой образ и подобие несет тот дух, который в нашем сердце? Это образ и подобие Бога. Мы должны отдать наше сердце в первую очередь туда. Если же мы начинаем любить больше то, что предпочитает мир, а именно руководствоваться не духовными целями, а какими-то материальными плотскими, Яков говорит, что вы прелюбодействуете против Бога. Бог любит до ревности. То есть он ревнитель Бог наш. И он говорит, что итак, кто хочет быть другом миру, кто становится врагом Богу. То есть мало того, что мы прелюбодействуем, мы еще встаем к Богу в оппозицию. Мы начинаем противодействовать тому закону и тем правилам, которые установил Бог для людей. Написано также, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть итак поднимает проблему еще и гордости, которой любой человек, он имеет тенденцию быть подверженным. Вот этой вот своей внутренней какой-то гордости, что вот он сейчас возьмет человек, поставит какие-то свои собственные законы, по которым он руководствуется. Он не будет смиряться перед тем словом, которое говорит ему Бог, и будет жить по каким-то своим принципам. В таком случае этот человек теряет благодать. Он еще кроме этого становится врагом Богу. Он начинает руководствоваться плотским. Он не ищет горнего. Хорошо, мы также рассмотрели параллельную ссылку на прошлом занятии с 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих, где раскрывается, что такое мир, почему мы не должны быть друзьями этому миру. Апостол Иоанн говорит о том, что все, что в мире, это есть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть что это такое? Это опять те же самые желания и вожделения, которые находятся внутри нас, внутри нашего вот этого ветхого биологического человека, который нас провоцирует к греху в конце концов. гордость житейская. То есть это опять же, это помышление нашего ветхого старого сердца, то есть того сердца, которое было не смирено перед Богом до нашего покаяния, того сердца, которое превозносилось перед Богом и которое ставило себя человека в позицию, на которой должен был быть Бог. То есть пыталось занять его место. В тот момент, когда человек каяться и приходит к Богу, первое, что он делает, он смиряет от своего сердца, он отказывается от своей собственной гордости. Иисус сказал, отвергни себя, в первую очередь, возьми потом свой крест и следуй за мной. Хорошо, седьмой стих, на котором мы закончили предыдущий урок. Яков говорит, итак, покоритесь Богу, то есть смиритесь перед Ним, смиритесь перед тем законом, который Бог дает, и противостанете дьяволу. Кто князь этого мира? Библия говорит, что Сатана князь этого мира. И вот все эти вот искушения, всеми вот теми вожделениями, которые в нашей плоти находятся, это искушения сатанинские. Мы знаем, что Сатана точно так же искушал Иисуса в пустыне и говорил ему, что преклонись передо мной, и получишь все царство мира. На что ему Иисус что сделал? Процитировал Писание, сказал, что Господу Богу твоему одному поклоняйся, да, ему одному служи. То есть он не пошел в компромисс с дьяволом. Очень часто люди, они имеют тенденцию, ну как бы жить такой двоякой жизни. С одной стороны мы вроде как согласны, конечно, с Божьим словом, а с другой стороны вот эти вот вожделения, которые в нас воюют, вот эта вот гордость, которая нас постоянно подталкивает к тому, чтобы устанавливать какое-то свое эго или какие-то свои позиции, пытаться захватить своего я, они нас выводят в компромисс с дьяволом. Яков говорит, противостаньте дьяволу, да, покоритесь Богу, и убежит дьявол от вас, как он убежал от Иисуса в пустыне, да. Хорошо. Сегодня мы будем проходить с 8 стиха и по 17. Давайте мы эти стихи прочитаем сначала дружно, по 2 стиха, да. Хватит нам? Давайте по одному начнем. Начнем, давайте, с меня. Итак. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш добротится в плач и радость печаль. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Эдин законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящий. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности числаетесь. Всякое такое числание есть в доме. И так, кто умеет делать добро, и не делает тому греху. Тому грех. Смотрите. Восьмой стих. Покоритесь к Богу, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Восьмой стих. Продолжение той мысли, которую Иаков начал еще с седьмого стиха. Смотрите, здесь стоит контраст у нас, да? Противостаньте дьяволу, и дьявол убежит от вас. В контрасте с тем, что покоритесь Богу, перейдите на его сторону, и Бог приблизится к вам. То есть, что нам нужно сделать для того, чтобы вот этот всемогущий Бог, чтобы мы были близки к Нему? Нам нужно просто покориться Ему, да? Если мы Богу покоряемся, то Бог всегда рядом с нами. А если мы Богу не покоряемся, если мы Нему противостаем, то Бог далеко от нас. То же самое, что значит противостать дьяволу? Противостать дьяволу. В обратная ситуация, да? То есть, мы противостоем дьяволу, и дьявол от нас далеко. Его помыслы от нас далеко, его цели от нас далеко, его соблазны от нас далеко. Как связано именно вот противостать дьяволу и покориться Богу? Как это связано может быть? С одной стороны, смотри, здесь стих у нас, Бог гордым противится, шестой стих, да? Оно смиренным дает благодать. То есть, в каком случае мы получаем вот эту Божью благодать и близость с Богом? Мы Богу покоряемся, смиряем свое сердце перед Богом, смиряем себя перед Его словом, перед Его законом. И Божьи помышления, Божьи цели, они рядом с нами всегда. Его Дух находится в нас. В том же случае, если мы, наоборот, пытаемся жить по законам князя этого мира, тогда дьявольские помышления, вот эти вот человеческие, мудрость, мы говорили о том, что она бывает человеческая, душевная, бесовская, да? То есть, вот эта вот мудрость дьявольская, мудрость мира сего, она начинает нами управлять. Дьявол приближается к нам. Мы рядом с ним. Еще один интересный факт, что, по крайней мере, то, что в этих 7-8 стихе видно, Яков не говорит какие-то двойные действия. Сначала нужно покориться Богу, после этого противостоять дьяволу. Фактически, это одно и то же действие. Когда ты покоряешься Богу, это и есть противостояние дьяволу. Да, мы в прошлый раз писали вот эту вот формулу, которую я сейчас еще раз запишу. Дружба с миром, с тем миром, которым управляет сатана. Это мир сегодняшний, тот, который весь расстреливает своих похотях, тот, который живет с одними целями удовлетворять свои плотские желания, удовлетворять свою житейскую гордость, удовлетворять гордость, а чем мы что-то увидели, захотели, начинаем достигать этого. Дружба с миром. знак «равно» говорит Яков, что это вражда с Богом. То есть, эти два мира, эти две, эти два образа мышления, то есть, мирское мышление и мышление Божье, эти два духа, то есть, дух Божий и дух сатаны, они противоречат, между ними нет ничего общего, это как бы... Если мы начинаем переходить из одной стороны в другую, то это одно и то же действие. Мы становимся друзьями Богу, мы становимся противостоям дьяволу. Если мы переходим больше в эту сторону, смотрите, вот здесь есть очень интересное слово. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится. То есть, это продолжающее действие. Это не то, что вот мы раз, вот мы сейчас вот на этой стороне, мы моментально стали там другом дьяволу, или вот раз мы перешли, вот мы теперь моментально друзья Богу. Нет. Это процесс, это как вектор, то есть, направление, куда мы движемся, куда наше сердце отдано больше всего. Если мы друзья Богу, как Иисус назвал своих учеников, теперь мы мои друзья, тогда мы противостоям дьяволу и противостоям вот тому образу мышления, который дьявол пытается нас всеми соблазнами, испытаниями, искушениями поселить. Итак, хорошо. Восьмой стих продолжается дальше. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца, двоедушные». То есть, смотрите, здесь немножечко Иаков разворачивает вот эту мысль. Каким образом мы можем приблизиться к Богу? Каким образом мы можем покориться Богу, того, чтобы Он приблизился к нам? Очистите руки, перестаньте грешить. Нужно перестать делать грех. Но в чем корень греха? То есть, что приводит нас к греху? К греху нас приводит в первую очередь вот это вот двоедушное сердце. Помните, когда Иисус говорил о том, что такое прелюбодеяние? То есть, Он говорил, что да, конечно, есть прелюбодеяние, чисто физическое, то, что вы сделали сейчас. А есть то прелюбодеяние, которое ты только посмотрел с вожделением. Опять, то же самое слово «вожделение». И ты уже прелюбодействовал в сердце своем. В том случае, когда мы внутри своего сердца не принимаем вот этот Божий закон, когда мы видим что-то в миру, и вот с вожделением как бы у нас рождается вот эта вот похоть, что-то вот это вот заиметь, то, что Бог пока нам не дал. Вот отсюда начинается корень проблемы. Именно вот это вот двоедушное сердце, оно начинает вести нас потихонечку, потихонечку. Сначала к зависти, потом, возможно, к ссорам, к распри. Потихоньку это приводит к греху, который мы уже делаем своими руками. Это уже совершенный грех. Да, вообще интересно в контексте всего послания Иаков, он всегда говорит об этом как разделенном сердце. Если даже в первую главу посмотреть, он говорит об этом к тем, кто сомневается, когда просят у Бога. И те, которые просят у Бога, рассчитывая на то, что они получат эту нудрость. Вторая глава говорит о том, что люди, которые говорят о себе, что они верующие, или в реальности, они думают, что они верующие. Снова двоедушное сердце. Третья глава о мудрости свыше и мудрости. И здесь то же самое. И для того, чтобы это исправить, он направляет их, что это не должно быть. И интересно то, что относительно очищение рук, очищение рук, Иаков, вообще, это было одно из самых первых посланий, посланий Нового Завета, из всех, которые он написан. И, естественно, это было направлено для евреев. И евреи очень-очень хорошо понимали, о чем говорит Иаков. И даже тогда, когда он передписал это послание для всех, то у евреев всегда было когда молились, они поднимали руки к Богу. Это было как люди, которые поднимали руки к Богу, они заявляли о своей праведности, о своем таком вот хождении перед Богом. И прежде, чем поднять руки к Богу, грубо говоря, это говорилось о святости, и люди исповедовали свой грех. Другая сторона, если вы помните, тоже такой был момент, когда Иисус помыл ноги ученикам. И Петр заявил, Господи, если хочешь, помой меня всего. А тот говорит, чистому нужно помыть только лишь что? Ноги. Только лишь ноги. То есть, что происходит? В нашем хождении христианском мы настолько часто связаны как раз то, что, что о них ты говоришь, связаны с миром, но хочешь, не хочешь. Где-то мы там не досмотрели, где-то мы там запятнались, где-то мы не так поступаем и так далее. И если этого не очищать постоянно, то есть, мы же не будем, мы же домой приходим помыть сразу руки. Если мы не очищаем, не занимаемся этим, то потом это становится образом нашей жизни. Вот эта грязь на липло к нашим рукам. Мы поступаем со всеми. И это становится, как ты сказал, становишься как образом жизни. Становится он образом жизни. Для того, чтобы это сделать, нужно вот заняться этим очищением, приближаться к Богу, быть послушным к Нему. исправлять, то есть, двоедуши исправлять с руками, вот таким вот образом. И самое главное, то есть, с чего начинается изменение сердца, то есть, из этого же восьмого стиха мы узнаем, что это приблизьтесь к Богу, да? Каким образом? Седьмой стих, покоритесь Богу. Да. То есть, первое, что мы должны сделать, для того, чтобы мы должны смирить это наше сердце. Если наше сердце смирено, тогда в это сердце открыт путь для Святого Духа, и оно может работать так, как хочет Бог, и оно будет в нас те помышления вызывать, которые хочет Бог. Мы будем руководствоваться Духом, а не похотями своей плоти. Дух будет вести нас по жизни, а не какая-то зависть там или еще что-либо. Первая же глава послания Якова тоже говорит о том, что похоть она зачавшей рождает грех. То есть, когда в нас проникает вот это вот желание, именно тогда начинается вот этот вот процесс соблазна, искушения на грех. И человек, искушаясь, он, ну, как мы проходили в первой главе, имеет тенденцию заявлять о том, что это Бог в этом виноват. Но в реальности как это наша ветхая природа и наше непослушание, наше несмирение перед Богом. Да, интересно в Исаише, что это написано, да? И Господь говорит, вот на кого я призрю, на смиренного, сокрушенного Духом и на трепещущего при слову Моим. Да. Весь ветхий завет, весь новый завет просто пропитан вот этим вот призывом к смирению перед Богом. Это, можно сказать, суть. всей Библии, суть того, что от нас Бог хочет. Он хочет именно, чтобы человек был смирен и сердцем сокрушен. Чтобы он был такой, как сам Иисус, который был смирен и был послушен до смерти, смерти креста. как и поклонитель. Интересно, что смирение, конечно, что смирение всегда ведет себя в службу Божьему. Конечно же, мы преклоняемся в первую очередь перед тем, что говорит Бог, перед Его законом. Да. Смирение это еще не конечная точка. Всегда ведет к послушанию. Вот послушание это то, что действительно хочет Бог. Он хочет, чтобы исполняли волю Его. Поэтому Он говорит, что не просто говорящий, но исполняющий, конкретно берущий и делающий. А смирение невозможно выполнить без смирения. Если наши дети мы говорим, одень не юбку, а одень шорты. Нет, я хочу сейчас одеть юбку, потому что хочу любить принцессу. Смиряется ребенок, это ведет послушание. То же самое у нас. Если мы пребываем в Слове Божьем, в нашем смирении, что нужно сейчас сделать? Вот что конкретно Бог хочет, чтобы я сейчас сделал и сделал? И вот они плоды смирения через послушание действуют. Да, то есть смирение и послушание не всегда идут рука об руку. Можно даже сравнить, как мы делаем шаг левой ногой, шаг делаем правой ногой. Мы смиряемся, мы послушались, мы смиряемся, мы послушались. Все равно всегда как бы взаимосвязано. Слово покорность является синонимом с послушанием? Я думаю, что покорность больше является синонимом к смирению. Потому что ты покоряешься, преклоняешься перед Божьим законом, перед Царским законом. Смотри, девятый стих, да? Сокрушаетесь. Слово сокрушаетесь, опять же, это одно из проявлений смирения, то, что мы сожалеем, мы сокрушаем. Что происходит, когда человек живет по мирским каким-то идеологиям и по каким-то мирским соображениям? Как правило, эти люди, когда они делают грех или еще что-либо, они нисколечко об этом не жалеют. Они считают, что ну как бы ничего, так заведено там, или находят себе какие-то оправдания, или еще что-то. Некоторые доводят вплоть до того, что они собираются, начинают друг с дружкой даже делиться тем и обсуждать, как они грешат и радуются при этом. Об этом написано очень много в псалмах, что начинают гордиться своими грехами. Это очень часто можно где-то встретить, как бы начинается, ну у меня лично это еще со школьной скамьи, то есть дети обсуждали, как мы тут здорово там учителя там как-то подкололи, или как мы там здорово там еще что-нибудь, слово какое-нибудь неприличное написали. А все это для чего делается? Для того, что это свое человеческое гордость, свое эго, вот это защитить? Девятый стих, сокрушайтесь, то есть наоборот, вот это вот свою гордость, вот это вот свою радость за все, вот этот вот грех, который вы не делаете, когда вы не выполняете Божье Слово, плачьте, рыдайте, смех ваш, вот этот, да обратился в радость, и радость в печати, смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Тут интересно тоже, то есть Яков, у меня особо как-то так вот видно, первая, первая, вторая, третья, четвертая глава, если в первой главе он показывает такие вот наружные вещи, что происходит с ним, там проблема вдов, проблема то, что они говорят Богу, проблема тогда, когда испытания пришли извне, вторая глава, когда богатые приходят, там бедные сидят, третья глава, когда они говорят что-то друг другу, а вот четвертая глава, он показывает суть или реальность того, что находится вот внутри, или там, дружба с миром, и вот для того, чтобы перейти к этому состоянию, которое уже настолько очевидно для всех, он будет ясно, как процесс, что означает покориться Богу, это означает к нему приближаться, очищать свои руки, исправляться, сокрушаться, плакать и рыдать, то есть это как, он дает ясный выход, что нужно сделать для того, чтобы избавиться вот этого состояния, и перейти к тому состояния, чтобы получить вот эту вот благодать, о которой мы говорили, вот здесь выше немножко. Да. То есть человек, любой человек абсолютно, вне зависимости от его происхождения, он подвержен этому, он подвержен своей внутренней вот этой человеческой гордости. Человек пытается себе в этом мире сделать имя, он пытается завоевать какие-то социальные позиции, он пытается где-то что-то вот превознести вот это вот свое я, фактически, это то, чем занимается любой неверующий человек, всю жизнь. К чему это ведет? К тому, что когда вот это свое я где-то кому-то доказали, где-то это привело нас к спорам, мы там в споре его переболтали, где-то это привело нас к тому, что мы должны кому-то доказать, что мы круче, там машину где-то мы покруче, чем другую взять, оп. И мы начинаем радоваться этому, это начинает наше сердце, вот чтобы оно более жесткое было, чтобы оно более как бы это, как бы говорит сокрушаетесь, плачьте наоборот, рыдайте, вот наше состояние, оно должно быть человека, сокрушенного сердцем, то есть мы никто, мы пыль во Вселенной, если мы внимательно посмотрим на размеры Вселенной, которую сотворил Бог, на размеры нашей планеты, мы понимаем, что мы просто-напросто в этом мире никто. Кто такой человек? Кто такой человек? Даже Давид, он говорил, кто такой человек, что Господь помнит его, да? То есть, что ты посещаешь его, да? Это великая благодать, что мы можем иметь хоть какую-то частичку Бога в нас и рядом с нами. Но, увы, к сожалению, человек соблазняется очень часто на гордость. И смотрите, дальше к чему это начинает приводить? 11 стих, Иаков поднимает проблему большую. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. То есть, представьте, вот мы вот все такие из себя гордые, вот мы все из себя такие праведные или еще что-либо, мы все из себя такие хорошие, мы видим рядом с нами человека другого, брата. У этого брата могут быть определенные недостатки. Он может быть беднее нас. О грехе лицеприятия говорил Иаков во второй, третьей, я говорил, да? Этот человек, он может быть менее мудр, чем мы. И мы не должны превозноситься своей человеческой какой-то мудростью, потому что мудрость, которая от Бога сходит, она ведет наоборот к миру. Этот человек может быть даже более грешен, чем мы. Но Иаков говорит о чем? что человек не должен судить, да? Смотрите, дальше. Кто судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Давайте мы возьмем параллельную ссылку, потому что здесь она просто-напросто напрашивается, и прочитаем Ивангелие от Матфея, седьмая глава, с первого по пятый стих. Кто помнит, что у нас там написано? Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой Он как раз говорит абсолютно то же самое и призывает абсолютно к тому же самому. Давайте я прочитаю быстренько. Седьмая глава Евангелия от Матфея. Я буду читать с первого по пятый стих. Итак, не судите, да не судимы будете. Давайте мы вот этот вот немножечко закон, который Иисус Христос говорит людям. Повеление не судите, повелительное наклонение. То есть сначала Иисус дает как бы заповедь, и после этого Он дает то благословение, которое мы получим, соблюдая ее. А что именно? Мы не будем сами не судимы. Второй стих. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру вы мерите человеку другому, такому и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Здесь второе повеление. Вынуть сучок из своего глаза. Я напишу так, своими словами, вынуть свои сучки, да? Много сучков. Нет, у нас далеко не один сучок. Много сучков. Много сучков. У нас бревно целое из сучков. Да, у нас есть сучков. Да, у нас есть сучков. В тот момент, когда мы вынимаем свои сучки, свои бревна и все такое прочее, у нас открываются глаза. Мы начинаем видеть реальную проблему человека. Мы начинаем видеть реальный способ ему помочь. И этот способ, он никак не связан вот с этим судом. То есть мы, например, видим, ага, вот этот вот человек, ну вот он какой-то вот не так себя ведет. Вот где-то вот он там денег не может заработать или где-то вот он у него там голова плохо соображает или еще что-то у него там. Где-то он там на грех соблазняется. Наша цель не судить этого человека. Почему, кстати, не судить? Что говорит Иаков дальше? 12 стих. Един законодатель, судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? То есть суд датишим ключевую мысль. Суд весь Бога. Итак, смотрите, что происходит. Бог поставил закон. Не судите. Это закон для людей. В тот момент, когда мы считаем, что ну это как бы не совсем правильно, что у нас вот есть другая точка зрения на мир, и мы начинаем другого человека все равно судить. таким образом мы упраздняем Божий закон. Мы считаем, что он как бы неправильный. то есть мы осуждаем этот закон. Смотрите, 11 стих. Итак, кто злословит, да, кто судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. То есть мы считаем, что вот это вот не судите, это плохой закон. Он нам не подходит. И мы начинаем устанавливать свой собственный какой-то человеческий закон. Что судить оказывается можно. Что можно как бы этого человека прозлословить там, промыть ему косточки или еще что-либо такое, да? И смотрите, что Яков говорит, что если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, то есть ты не исполняешь Божий закон, а ты становишься в позицию судьи. То есть опять же твоя гордость вот эта вот, она берет тебя из позиции смиренного человека и начинает потихонечку представлять на трон, на котором должен сидеть Бог. На позицию, которая по праву у Бога. Как вы говорите, един законодатель, то есть тот, кто ставит законы, он только один есть такой. Только Бог ставит законы. Люди не должны их никакие законы ставить. Он же по этому закону судит, он же судья, да? И третье, он может спасти и может погубить. То есть он приводит в действие приговор на суду. Еще интересно, знаешь, если посмотреть на взаимосвязь стихов, смиренный человек, потому что немножко выше удавитого стиха, он никогда не будет злословить другого человека. Как можно определить, я в состоянии смирения или же не в смирении? Ответ очень прост. Посмотри, что ты говоришь или о брате по своему. Точно. И это очень ясно, это показывает свое собственное состояние. Если я его сомнию, засловлю, даже если он заслужил это, даже если он это заслужил, это показывает мое собственное смирение. То есть вот это вот красивая вещь, показывает. Это свойственно человеку, не смиренному, поступать таким образом, засловить другого человека, чтобы на фоне другого выглядеть лучше, чем он есть. А вот такой практический вопрос. Понял? Понятен, это супер. Вот здесь ситуация такая получается. Человек судит другого человека. В. Здесь есть еще я человек. В. Ваня. В. Который вроде и с этим в хороших отношениях, и с этим в хороших отношениях. Но когда он начинает при мне судить человека Б, я же не сужу там и так далее. То есть какая моя позиция должна быть? То есть позиция внешнего наблюдателя по отношению к тому, когда, например, этот человек судит, то есть совершает грех. Мы видим с точки зрения, нам со стороны виднее, что в данный момент этот человек делает грех. что говорит нам Иисус? Прежде мы вынимаем бревно из своего собственного глаза. То есть из позиции судьи мы переходим обратно в позицию брата. И тогда наши глаза открываются и мы видим как этому человеку помочь. Что учит Писание делать, когда мы видим, что брат делает неправильно? наставляете его, не считаете его врагом, но посланник Галантом в духовной исправляете грехи кротости и смирения. Наставляете его как брата. То есть мы понимаем, что человек этот он несовершенен. Этот человек не Иисус Христос. Этот человек грешен. Мы грешны. И Иисус говорит, не судите, не судимы будете, и богатим судом судите, таким и вы будете судимы. Если наш суд милостик, если мы умеем прощать, если вот то, что мы просим в молитве Отче наш, чтобы наши грехи были прощены, потому что и мы прощаем должникам нашим, и мы умеем прощать. Даже если мы не в позиции В, а даже если мы находимся в позиции В, и это сувзло направлено непосредственно по отношению к нам, и этот человек нам вроде как враг, мы из-за этого человека должны молиться, мы должны его благословлять, и все остальное, чему учат Иисус Нагорный проповедник. Ни в коем случае из позиции вот этого смиренного брата, то есть мы видим вот этот человек, ну я же такой же грешник, ну ладно, у меня там другие какие-то возможные эти тараканы в голове. Неважно. Я хочу, чтобы меня Бог простил. Я реально на кого хочу? Неужели я буду оставать и осуждать другого человека, который какие-то другие проблемы делает? Нет, ни в коем случае. Я лучше отдам Богу суд, и Бог разберется то, чего заслуживает. Есть другая еще сторона, это потому что она очень рядом. Осуждать человека и дисциплировать человека. Потому что тот человек, грубо говоря, В, который слышит, что А судит Б, если он начнет, это ему указывать на его сучки. Для него может показаться, ты кто такой, что ты судишь меня. Но Писание учит нас, что это не осуждение с нашей точки зрения, исправление, дисциплинирование и не осуждение. Давайте мы посмотрим, как может в жизни, например, в нашей конкретной жизни, совершаться наставление и совершаться хоть какой-то суд. Чему учит Писание? Бог судья. Божье слово, суд, судья. Оно будет нас судить. Мы будем судить по Божьему слову, не по законам человеческим. Мы видим, что человек делает какой-то грех. Мы можем подойти к человеку не с позиции судьи и сказать, что вот и там такое-то, сякое-то, может лучше. Мы можем открыть Писание и сидеть и изучать с этим человеком. Божье слово, оно, как меч обоюдоострый, промникает внутрь человека и судит помышление на мере несердечной. Божье слово способно отделить зерна от плевел внутри человека, разрезать его, как животное, сделать операцию. Это доктор наш, он лечит наши болезни, какие болезни? Грех в первую очередь. Кто? Иисус Христос. Кто такой Иисус Христос? Это Божье слово, пришедшее в плоти. Это операция на мозг. Операция на сердце даже, я скажу больше, не просто на мозг. То есть это действительно как бы умышление наших мозгов, намерение сердечное, их судит Божье слово. Мы помним до этой фразы судит по мышлению и намерению сердечного. Не судите сами люди. Пусть Божье слово осудит этого человека. Человек может стоять в оппозиции, он может быть другом мира, он может действовать не так, как написано в Библии. Мы не принимаем эту позицию этого человека, но мы не мы ему судья, ему судья Божье слово. Мы читаем с человеком Божье слово, пусть Божье слово его осудит. И внутри у этого человека лампочка включится. Я здесь не прав. В этот момент может совершиться покаяние. Лампочка включится, если он знает Бога. С другой стороны, даже если не знает Бога, тоже он может включить лампу. Есть цены света, есть цены противления. Противление, то есть человек противится Божьим словам. Итак, 12 стих. Един законодатель, то есть тот, кто ставит законы все, он же судья и он же исполнитель. То есть он может спасти и погубить душу. Скажите, я, Сергей или Ваня, мы можем спасти или погубить чью-нибудь душу? Осуждая другого человека, пытаясь его как-то подтолкнуть к чему-то или еще что-то. Мы не можем этого сделать. Это может сделать только я, например, вижу какого-нибудь человека, например, покажу на Пашу, и вот мне кажется, что человек не спасен у него душа или еще что-то. Вот я буду вокруг этого человека что-то пытаться сделать как-то там это всячески может быть где-то его там. Я должен понимать прекрасно, что не я тот, кто может спасти или погубить его души. Божье Слово может спасти. Я могу человеку это подводить Божьим Словом, я могу с ним вместе изучать, я могу его пытаться наставлять или еще что-то, но только сам Бог может открыть сердце, человек может принять и ко Христу, а именно к Божьему Слову, принять его внутрь и начать жить по этим законам. Это еще может быть или законодатель, которые ведут к тому, чтобы спасти душу или наша задача, если бы хотели спасти душу. Привести человека к Иисусу. Кто спасает? Мы помним, это вторая, по-моему, глава Евангелия от Матфея, то есть, почему Иисуса назвали Иисусом? Потому что Он спасет людей своих от грехов их. Первое, возможно, своих, тех, которые Христова, тех, которые слушают, от грехов их. Вот именно Он спасает души. Давайте перейдем к 13 стиху. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. То есть, разумеется, речь идет не только о говорящих вот именно таким конкретным текстам, а проблема идет опять, Яков поднимает проблему человеческой гордости. То есть, когда человек, здесь вот, например, его гордость возносит до позиции судьи, что он сам ставит какие-то свои законы, что он сам по ним судит и сам может приводить приговор в исполнение, то здесь другая проблема. Сам человек, он имеет тенденцию строить какие-то свои планы, какие-то свои утверждать опять же законы, по которым должен существовать мир, что вот в этот год должно произойти вот это, здесь произойти должно вот это, вот я буду делать так, вот я буду делать всяко. То есть, опять же, человеческая гордость из позиции смиренного перед Богом человека, который говорит, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое 15 стих. То есть, вот из этой позиции, когда человек превозносится и считает, что это он руководствует всей жизнью и всеми теми вещами, которые вокруг него происходят. Да. Здесь может быть как бы, может быть снова та же категория людей, о которых Яков говорит в первой главе. это богатые. Во второй главе заходят. И эти же людей, у них есть огромное, ну, как сказать, искушение. Есть и искушение, это искушение, действительно. Положиться на все то, что они делают, на разум, на действие, на свое материальное положение, на свое социальное положение, на свою человеческую мудрость положиться, превознестись над другими, превознестись, в конце концов, над богом и поставить какие-то свои законы и свои планы, по которым должен мир подзываться. Исходя из того, что главная тема главы связана с дружбой с миром, никто бы не подумал, что это дружба с миром, наоборот, сказали. Ихранный человек, человек, который он узнает планировать, знает, что он будет делать вперед, вот человек распланировал всю жизнь. Это вообще крутой менеджер. А в реальности Яков говорит, слушай, что ваша жизнь говорит, Яков, пар, являющийся и наше богатство с чем Яков сравнивает в первой главе? Трава. Как цвет травы даже, не просто трава, а цвет. То есть, была зеленая, стала никакая. То есть, это настолько временное явление. Или псалмопевец, да, говорит, что надеется на человека, у которого дыхание его в ноздрях его, то есть, пшик, и нету этого всего. То есть, человек все человеческое, его плоть, его какие-то помышления, которые не совпадают с истиной Божьего слова, его какие-то идеи, идеологии, или еще что-то такое, они рано или поздно заканчивают свое существование. Они временные. Единственное, что в этой вселенной вечно, это истина. Это Бог. Бог есть истина. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово – это определенная истина. Слово от Бога, оно не может быть ложью. Мы читали о том, что Бог не искушается ни на зло, и в нем нет никакой тьмы, и на сатанате служи. Бог наш, наш отец, это отец истины, отец Иисуса Христа, Божьего слова. На что мы можем надеяться, когда мы строим свою жизнь? Иисус сказал четко, если вы слушаете Мое слово, слово истины, и начинаете вот так строить свою жизнь, и начинаете следовать этому, то вы строите дом на камне, потому что этот камень, он никуда не денется. Это вечная штука. А вот это вот все, остальные какие-то идеологии, какие-то другие слова, слова соседки, свои собственные какие-то соображения, то, что есть телевизор, послушай, это песок. Если ты будешь делать так, как написано там, у тебя все разрушится. Если человек верит, что разводиться это нормально, он будет строить свою жизнь с идеей того, что он возможно разведется, он начал подписывать там брачный контракт, еще что-то, готовить себя потихонечку к этому вот краху, то он рассыпется. Почему? Потому что он заложил это заранее в идеологию своей жизни. Если человек верит, что это абсолютно нормально приходить домой, надираться, там быть пьяным до посидения, и ходить дебоширить по улицам, его жизнь развалится. Почему? Потому что он заложил в себе вот эту вот вот эту вот трещину. То есть это уже неправильная идеология, неправильный фундамент. Наша жизнь, пар, являющаяся на малое время, мы не должны рассчитывать на свою собственную какую-то мудрость. Мы не должны рассчитывать на мудрость, которую предлагает нам мир. Я как призываю в Средней Главе, полагаться на мудрость, ходящую свыше, от Бога. Мы должны именно под эту мудрость подчиниться, под нее смириться и жить согласно именно этой мудрости. Если наше сердце будет смиренно, 15 стих, если мы будем говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем и то, и другое. То есть это не говорится о том, что мы ничего не должны делать и бездействовать. Мы должны понимать, что не мы хозяева мира, не мы хозяева положения. Что Богу будет угодно, так и будет. Мы делаем то, что от нас зависит. Если же мы встаем другую оппозицию, то есть мы становимся друзьями мира, мы превозносимся над Божьим Словом, для нас Божий закон не так авторитетен, мы становимся врагами, написано, да, Богу, то мы становимся горды. И как в 16 стихе еще два эпитета добавляет к слову гордость Яков, вы по своей надменности тщеславитесь. То есть это гордость, это надменность, в принципе, синоним гордости, да, и тщеславие, то есть мы еще себя всячески пытаемся тут в миру утвердить и прославить, да. Высокая самооценка. Высокая самооценка, рост своего эго. Вы знаете, я как бы вот так вот изучал психологию, и психологи этого мира, они рекомендуют настоятельно своих детей воспитывать так, чтобы у ребенка было четко сформированное высокое эго. Повышенность. Да, тогда он в мире в этом, он преуспеет. Я скажу вам, они абсолютно правы. Он действительно станет другим миром. И действительно у него возможно будет, как бы, он вырастет в богатстве мирском. Но будет ли у него при этом богатство веры и богатство небесное, которое призывает нас Яков копить, в первую очередь. И заметьте, шестнадцатый стиль. Вы по своей надменности тщеславитесь и Яков совершенно четко говорит, что это плохо, разрушая полностью при этом всю вот эту вот психологическую, то, что психологи рекомендуют, да, что всякое такое тщеславие есть зло. То есть формула, опять же, сюда запишу, тщеславие равно зло. Разумеется, речь идет не только о тщеславии, то есть это гордость, это похоть очей, гордость житейская, это надменность, это лицеприятие, когда мы пытаемся выторговать у другого человека какие-то там эти, смотря на его внешние данные, возможно, какую-то поддержку, возможно, какое-то социальное положение, возможно, какие-то там связи мы хотим заиметь или еще что-либо. Это мы пытаемся утвердиться в миру. Наша задача утверждаться вот именно там. Он определяет, что вот это вот тщеславие, когда мы этим занимаемся, когда мы говорим о том, что вот все будет так, как мы запланировали, а не так, как вот, если Господь даст. Это тщеславие, это есть зло. 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делать тому грех? То есть, есть какая-то другая позиция, которую Яков называет добро и то, что мы должны делать. Что противостояние, какой мы можем назвать антоним? Тщеславие, гордость, надменность. Это смирение, послушание, ведет нас Очень мощный. Очень мощный, заметьте, да. Скажи, здесь можно сказать так. Каждый раз, когда мы понимаем все больше из Писания, с этим самым мы принимаем большую ответственность на себя делать добро. как Ваня сказал. То есть, это вот смирение ведет нас в послушание, послушание, которое в действии есть. трудно было. Есть очень красивая взаимосвязь того, что что такое тщеславие, что такое дружба с миром, это когда мы планируем в угоду себе. И проблема планирования, проблема для чего ты планируешь. И что такое смирение, или послушание равно добру, это когда ты тоже планируешь, но после того, как ты узнал, как угодить Богу. То есть, ты задаешь вопрос, если угодно будет Богу. Ты узнал, для начала ты узнаешь, что угодно Богу. И потом ты уже планируешь, как осуществить то, что угодно Богу. Но ты не узнаешь, что угодно Богу, пока не станешь позицией покорности. А покорность это статус раба. Поэтому в Новом Завете больше 127 раз используется слово раб. Интересно, что большинство притч Иисуса всегда с аллегорией рабов. Вот почему все апостолы называли себя рабами. Мы утеряли это значение в нашей культуре. Потому что для нас рабство это история. Но мы светское общество. Но в нашей личности со Христом мы рабы. А раб что такое? Любой историк описывал раба как имение господина такое же, как тележка, осел, поле, раб. Все были в одной. Собственность господина. И задача раба была одна. Угодить то, что сегодня нужно господину. Мне трудно представить раба в Риме или в Британии или в Америке, который просыпался и говорит, слушай, сегодня я, наверное, поеду на вещу своего дядю, или я переиндегистрирую машину, или я там сейчас сделаю то-то, схожу на базар. Первое, что когда он приспался, он думал, что я должен сделать сегодня для своего господина. и вот именно это раб, смирение, покорность, я узнаю, чем я могу угодить Бога и использую свою жизнь, которую как пар, чтобы ее спланировать так, чтобы угодить в том, что сегодня хочет от меня Бог. Все это привело в добро. Действительно, мы должны быть рабами, мы не должны быть рабами человеков. Мы не должны преклоняться перед другими людьми. Мы никогда не должны преклоняться даже перед самим собой, перед своими какими-то собственными плоскими желаниями. Мы не должны преклоняться никогда, мы уже тоже проходили эту тему перед изделием рук человеческих, перед идолами, которые люди делают что-то, мы преклоняемся, мы считаем, что это важнее, чем наша жизнь. Я вам расскажу реальную историю. Это просто было удивительно, Это были 80-е годы, я еще был совсем маленький. У нас одна девочка выпрыгнула, разбилась насмерть с 12-го, по-моему, этажа. Покончила жизнь с собой. Почему? Очень было трудно достать какие-то вещи, и мама каким-то блатом достала какие-то там польские сапоги. Девочка их взяла, поносила и уделала. Она испортила эти сапоги. И она посчитала свою жизнь менее ценной, чем вот это изделие человеческих рук, чем вот тот идол, который тогда существовал, перед которым люди преклонялись. Ах, польские сапоги. Люди убивают другого человека из-за какого-нибудь мобильного телефона. Реально убивают. Они считают, что жизнь человека, вот этого человека, который сотворен по образу и подобию Бога, он менее ценный, чем вот этот вот идол. Таким образом, люди прелюбодействуют от Бога. Мы ни в коем случае не должны становиться в позицию рабов, людям, вещам, каким-то идеологиям, которые противоречат Божьим условиям. Мы должны быть рабами Господу Богу твоему, одному поклоняйся и Ему одному служи. Вот это наша позиция, которую Иисус совершенно четко обозначил при искушениях, которые дьявол нам подбрасывает. Единственное, кому мы должны быть, как рабы, и мы должны быть добровольными рабами, это быть рабами должное слово. Если Божье слово руководит нашей жизнью, если это наш хозяин, это наш Господь. Кто такой Господь? Это хозяин, это царь наш. Что сказал, то и сделали. В таком случае у нас есть шанс Богу угодить. Кто же этого не делает? Смотрите, 17 стих. Итак, кто разумеет делать, то есть мы разумеем, мы понимаем, что нужно себя вести так. И мы не делаем тому грех. Грех не поменяется, когда нет закона, но когда мы приняли этот закон, когда мы увидели, что нужно делать вот так, грех начинает нам поменяться. Если мы так не будем делать, это нам грех. Иисус много раз говорил о том, что кому больше дано, с того больше и спросится. Мы с вами изучаем Божье слово, умножающее познание, умножает скорость. Мы понимаем прекрасно. Чем больше мы читаем, это как зеркало. Мы видим мир. И мы видим, что все те ценности, по которым мы планировали построить свою возможную жизнь, которые мы в телевизоре где-то увидели. Или мы увидели у наших друзей, знакомых, каких-то там, я не знаю, одноклассников, родителей мы где-то увидели. И мы видим, что жить так нельзя. Это неправильно. Человечество один раз уже получило совершенно стопроцентно точный ответ, как нужно жить. Как нужно решить все проблемы нашего социального страхования, все наши проблемы всяких медикеров и всяких там, любые проблемы человечества. Фактически они все, оказывается, сводятся к двум основным заповедям. Любите Бога, любите ближнего, как себя. Если бы мы могли так жить, наступил бы ранний землю. Но мы не должны роптать на Бога, что мы так не живем. Это наша собственная похоть, наши собственные вожделения. Они возбуждают в нас вот эту вот зависть, распри, ссори, вражды, войны. Мы пытаемся захватить у других что-то. И сами же от этого страдаем. Если бы мы точно так же любили себя, как человека, который голодает в Африке, неужели вы думаете, Бог бы голод? Нет, мы бы с этим человеком поделились. Если бы этот человек, который находится в Африке, просил, как говорит Иаков, просите, и дано будет вам. Неужели вы думаете, он бы голодал? Нет, ему бы дали. Люди не просят. А есть некоторые люди, которые, например, просят, но просят не на добро. То есть не для таких вот смиренных целей, послушаний проводить в своей жизни. Они просят для удовлетворения своих похотей. Эти люди ничего не получают. Это начинает их похоть действовать, вести их к греху в конце концов. Что мы можем? Аминь, брат. Аминь. Что мы можем? Мы можем только смириться перед Богом. Мы можем противостать дьяволу. Мы можем нашу гордость опустить. Дьявол возгордился. Он постоянно пытается себя поставить в эту позицию, занять место Бога. И мы знаем, что рано или поздно он туда посадит своего лже-пророка. Но наша задача – противостоять. Мы хотим дружить либо с Богом, либо с миром. Выбор за нами, друзья. Аминь. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.